В эфире Первого Карагандинского обзора с основных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Учителя общеобразовательных школ сдают экзамен. Карагандинские студенты отправились в Сочи на строительство дороги для Олимпийских игр. В нашем городе отпраздновали Сабантуй. Более трех тысяч казахстанских учителей общеобразовательных школ сдают квалификационный экзамен. В рамках реализации программы повышения квалификации педагоги должны подтвердить третий базовый уровень. В случае успешной сдачи преподаватели получат сертификат, который позволит им иметь 30-процентную надбавку к заработной плате. Процедура подтверждения уровня квалификации педагогов является неотъемлемой частью коренного преобразования современной системы. И это требует создания совершенно новой качественной системы оценивания. Одной из ее особенностей является оценивание результатов обучения. Так процессов обучения осуществляют тренера, то есть специально подготовленные в университете Кембридж профессиональные эксперты. Опыт Кембриджа мы используем на базе центра педагогического мастерства. Проводились эти семинары. Было обучено, подготовлено 286 казахстанских тренеров. Из числа лучших учителей, разработанных студентов школ, ИПК Урлев и различных органов образования. Стоит отметить, данная программа направлена на развитие новых подходов преподавания и обучения, изменение собственного мышления и практики. Оно обеспечивает непрерывное профессиональное развитие и самосовершенствование. Курс повышения квалификации прошел на высшем уровне. Мы, педагоги, освоили мировую практику. Рада, что теперь по новой программе будем качественно обучать детей. Процедура проведения квалификационного экзамена является прозрачной и проходит под строгим контролем внешних наблюдателей. Листы с ответами учителей высылаются в Кембридж непосредственно после экзамена. По итогам оценивания эксперты дают рекомендации по сертификации учителей и тренеров. Морал Тукенова, Сабыржан Рашидов, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. Казахстанские студенты отправились в Сочи на строительство дороги для Олимпийских игр 2014 года. Это 20 учащихся Евразийского национального университета имени Гумилева и Карагандинского государственного технического университета. В прошлом году выезжали студенты государственного технического университета Караганды. В этом году уже объединен отряд из двух вузов. Это КарГТУ и ЕНУ 2-го и 3-го курса. Большую поддержку в организации этого проекта оказывает Министерство образования и науки Республики Казахстан, а также национальная компания Казахстан Тимиржулы, которая и в прошлом году также поддерживала ребят. Сегодня для нашего коллектива большой день. Мы вновь, уже во второй раз, в прошлом году мы первый раз отправляем группу наших лучших студентов для работы на спортивных объектах, для строительства спортивных объектов в городе Сочи. Каждый из них – это личность, они будут достойно представлять Казахстан в целом и наш Карагандинский университет в частности. По словам организаторов, руководство российских железных дорог обеспечивает студентов специальной формы, визы и всеми необходимыми документами. Кроме того, ребята будут получать заработную плату в размере 15 тысяч рублей или 75 тысяч тенге в месяц. Строительные работы будут проходить с 3 июля по 22 августа. В месте пребывания для ребят все необходимые условия созданы. Рабочая неделя будет составлять из пяти дней – с 9 утра до 6 вечера. Технику безопасности и медицинский осмотр все студенты прошли и все готовы к работе, отмечают организаторы. Мара Алтукенова, Сабаржан Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В нашем городе отпраздновали Сабантуй. Праздник, который издревле отмечали в честь начала весенних полевых работ. С изменением уклада жизни смысл Сабантуя, как сельскохозяйственного праздника, остался только в деревнях. В городе же он обрел очертания народных гуляний. Тем не менее, это никак не мешает проводить мероприятия с особым размахом. Переначальной целью праздника было задабривание духа в плодородии с целью получения хорошего урожая в следующем году. Но постепенно унификация произошла в сторону народных гуляний. Площадь Центрального парка в эти выходные превратилась в центр татарского народного праздника Сабантуй. Своё приглашение всем присутствующим взаимникам направил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Участникам и гостям праздника Сабантуй 12-го года в регионах Российской Федерации и зарубежных странах. Дорогие друзья, сердечно приветствую всех участников и гостей татарского народного праздника Сабантуй. Зародившись в глубине веков, как традиционный праздник плуга, он превратился в неиссякаемый живой источник, который питает нашу национальную культуру, обеспечивает духовную преемственность поколений. В Сабантуе нашли свое воплощение самые лучшие качества татарского народа – трудолюбие, выносливость, смекалка, стремление к совершенству, добрососедство и гостеприимство. На площади были представлены разнообразные развлечения. Тут были куреш – это национальная борьба на поясах, лазание по столбу, бои на мешках, а также гиревой спорт. Ну и, конечно же, обширная концертная программа, в которой, к слову, были представлены не только татарские национальные песни и пляски, но также и традиции других народов Казахстана, что свидетельствует о большой междунациональной дружбе. В нашем регионе проживают около 40 тысяч татар, и все они, конечно же, стремятся рассказать и показать свою культуру другим народам. Гуляни проходили с размахом, то есть так, как и все татарские праздники. И, несмотря на городские условия, изначально не городской праздник приобрел новое чертание, при этом не потеряв свои изюминки. Александр Крылов, Кариат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Пожар унес жизнь карагандинца. В одной из квартир нашего города при пожаре погиб мужчина, 40-43 лет, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Пожар был зафиксирован сегодня полночь в четырехквартирном доме, говорят сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был ликвидирован через 20 минут. В пожаротушении были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники службы пожаротушения. В ходе тушения пожара обнаружен труп гражданина предположительно 1969 года рождения. С отравлением угарным газом госпитализирована в больницу женщина в возрасте 30 лет. И снова премьера. Самым маленьким карагандинцам показали анимационный мультфильм «Храброе сердце» в переводе на государственный язык. Это уже третья премьера голливудских картин, дублированных на казахском языке. След за «Тачками-2» и «Люди в черном-3» на экраны карагандинских кинотеатров вышел мультфильм «Батыл Журек». Казахскоязычная версия мультфильма «Храброе сердце» вносит название «Батыл Журек». Это второй анимационный фильм «Дисней Пиксар», который вышел на экраны кинотеатров страны на казахском языке. Как и в случае с «Тачками-2», которые были выпущены в прокат ровно год назад, перевод осуществлялся напрямую с английского на казахский язык для более точной передачи авторского замысла. Одними из первых новую картину могли лицезреть маленькие карагандинцы. Речь идет прежде всего о приобщении всех к родному казахскому языку, государскому языку. И в прошлом году мы вот здесь тоже практически приблизительно такое мероприятие осуществили. Был фильм «Тачки-2» коллекторика на казахском языке. И в течение нескольких месяцев дети посещали этот фильм и слушали, и вслушивались именно в казахскую речь, в казахский перевод. Создание казахской версии было осуществлено при поддержке ассоциации «Балашак». Бюджет казахской версии фильма – 19 миллионов тенге. Это чуть меньше бюджета предыдущего фильма «Люди в черном», который пришелся по нраву карагандинцам. Кинопрокатчики рассказывают, что на фильмы, переведенные на казахский язык, с большим удовольствием ходят не только казахскоязычные зрители. Я думаю, вот сейчас тоже на этот фильм, вот я вижу детей вот и сейчас тоже, которые знают язык, изучают язык. Им очень интересно послушать и вслушаться нашу казахскую речь. Перед киносеансом все приглашенные дети могли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте на тему Астаны в преддверии Дня столицы. В конце мероприятия всем малышам бесплатно раздали мороженое. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Черноморский дельфинарий начал свои гастроли в нашем городе. Уже прошли первые выступления. И судя по отзывам зрителей, посмотреть и есть на что. Тем более, что такие представления в шахтерской столице проходят не часто. Обо всем по порядку расскажет Александр Крылов. В самом начале выступления два дельфина, брат с сестрой Зак и Долли, уже в нетерпении плавали кругами по своему бассейну. Для начала перед зрителями прошло выступление гимнастов из Трио Экспрессия. Красивая и романтичная композиция была исполнена прямо на помосте бассейна. Далее радовать зрителей вышла южноамериканский морской лев Найва. Хоть она и молода, по годам все трюки она показывала на уровне. Чудеса балансировки и работа на зрителя – это ее конек. Ну а далее своего звездного часа дождались и дельфины. Тут арсенал того, что можно показать зрителю, был намного шире. Разнообразные прыжки, танцы, рисование и даже пение. Все это приводило маленьких зрителей в восторг. Нужно заметить, что дельфины уже давно ассоциируются у людей с добротой и весельем. Эта энергетика, безусловно, передается и зрителям. Больше всего мне понравилось, как они подпрыгивали. Да, дельфины. А почему вам всем дельфины понравились? Они прикольные, красивые. Добрые. Какие? Они классные, смешные, добрые. Какой больше всего трюк вам понравился? Мне понравилось, как они сделали сальто. Мне понравилось, как они кручились. Как они танцевали. В наступлении черноморского дельфинария есть прохлада моря, так необходимая в летнюю жару. Александр Кулов, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Караганде стартовала лига по дворовому футболу, в которой соревнуются команды района имени Казабекби. Мероприятие приурочено ко дню столицы республики Казахстан. Подробнее у Морал Тукеновой. Матчи уже второй год проводятся на мини-футбольных площадках в районах Юго-Востока, Нового города и Михайловки. Цель – развитие и популяризация футбола среди населения, а также пропаганда здорового образа жизни. Стоит отметить, спортивное мероприятие проводится по инициативе акиматов и отдела физической культуры и спорта города Караганды. Сегодня мы хотели максимально охватить большое количество детей, и поэтому сегодня у нас участвует больше 700 человек. Получилось 70 команд со всех районов, со всех участков нашего района. Я очень надеюсь, что наш турнир очень позитивно воздействует на молодежь, отлечет от каких-то невдуманных, может быть, действий. Тем более, что сейчас, все вы знаете, проходит чемпионат Европы по футболу, и все болеют этим большим спортом. На стадионе «Шахтер» уже стартуют первые топлики дворового футбола. Самые младшие – от 11 до 13 лет, следующая категория – от 14 до 17, а самая старшая – от 18 и старше. Всего на стадионе организаторы принимают 62 команд. Во время чемпионата будет составлена специальная игровая сетка, чтобы отслеживать победы и поражения команд. Сборные, забившие самое большое количество голов, сразятся в финальном матче. В прошлом году команда-победитель лиги дворового футбола получила приз в 100 тысяч тенге. О призах, которые районный Акимат приготовил для нынешнего чемпионата, пока не сообщается. Но, как пообещали организаторы соревнований, обиженным не уйдет никто. Игры пройдут с 23 июня по 6 июля. Морал Тукенова, Сабыржан Рашидов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!